Бентли Литтл. Кожа. Бежево-белый указатель на краю дороги казался крошечным. Их отец и был в контактных линзах, он не мог ничего разобрать. Поэтому притормозил, поравнявшись с ним. Что там? Обратился он к Бабет. Тут написано «Исторический архитектурный памятник. Дом Чапманов. Одна миля». Это обернулся к детям. «Ну что, остановимся?» «Окей», сказала Пэм. «Это неопределенно пожало плечами. Значит, делаем привал». Это еще сбавил скорость, позволяя другим машинам и грузовикам идти на обгон, пока не заметил следующий бежево-белый указатель, идентичный первому. Свернул шоссе на еле заметную узкую дорогу, идущую по прямой через луг к лесу на другой стороне. «Вот мы и приехали!» – воскликнула Пэм. Она отстегнула свой ремень безопасности и начала подпрыгивать на сиденье. Бабет услышав щелчок ремня, строго взглянула на дочь поверх подголовника. «Юная леди, защелкни обратно!» «Но я лишь...» «Сейчас же!» Пэм снова застегнула ремень безопасности. Идущая ровно дорога вошла в лес и в скорости вывела на поляну, где расположилась приземистая коричневая хижина. Хижина не была сложена из бревен, но походила на деревянную, крышу покрывал дерн. Открытое окно и дверь смотрели наружу. «Ну ладно!» – произнес Эд. «Выгружаемся, прибыли!» Прошло уже несколько часов, как они пообедали в Бургер Кинге в Шаенне. Их ноги затекли из-за неподвижности. Пэм и Эда выпрыгнули, затопав по гравию, в своих теннисных туфлях, пока Эд со стоном выбирался наружу. Бабет вышла, потягиваясь. В машине они использовали кондиционер, и потому не осознавали, насколько жарко снаружи. Явно больше тридцати по Цельсию, и безветренно. На голубом небе не виднелось ни облачко. А из кустарников доносилось монотонное гудение цикад. «Надеюсь, тут найдется ванная комната», – сказала Бабет. Эд оскалился. «Угу, устроим ее вон в тех кустах». «Очень смешно». «Ну, а чего? У нас есть пустые стаканчики из-под колы». Она покачала головой. «Да ты с ума сошел». Они обогнули небольшую засохшую лужу и приблизились к хижине. Эд вел за собой. Остановились рядом с табличкой, вмонтированной в цементное основание. «Дом Чапманов», – читал он громогласно, – «построен в 1896. Дом Чапманов является самым старым из сохранившихся домов из кожи в Вайоминге». Он нахмурился. «Дом из кожи?» Все подошли к хижине. Теперь, находясь ближе, Эд рассмотрел, что хижина-то не деревянная, как казалось сперва, а была сделана из уже потемневших звериных кож коричневого оттенка, которые были натянуты на деревянные рамы. Причем в некоторых местах кожу растянули так сильно, что солнечный свет даже высвечивал паутинку вен внутри нее. Бабет передернул. «Что отвратительно!» – Эд пожал плечами. «Я думаю, ресурсы на постройку в те времена были ограничены. Да кто его знает? Возможно, у них не было нужных инструментов, чтобы использовать традиционные материалы». «Но ведь тут деревянные рамы!» – язвительно произнесла она. «И я не вижу недостатка в древесине и камнях вокруг». «Ну и ладно. Пойдем внутрь». «Я, пожалуй, останусь». «Идем!» «Я тут побуду». «Ну и как знаешь». Он обернулся к девочкам. «Вы идете?» «Ага!» – воскликнул Пэм взволнованно. Они с Эдой последовали за ним сквозь низкий дверной проем в хижину. Внутри было темно. Вероятно, двери и окно с востока давали достаточно света только утром. Сейчас же с этим были проблемы. Вдоль одной из стен располагалась низкая скамья, тоже выполненная из кожи животных, а в центре обиталища находилась яма для разведения костра. Пол был грязный. Наверное, они должны были восхититься или повеселиться, ну или хотя бы заинтересоваться. Но все эмоции будто бы остались снаружи. Оживленные разговоры Пэм и Эдой внезапно сошли на нет, а его собственное любопытство на удивление быстро переросло в страх. Что-то давящее и гнетущее витало в воздухе хижины, что-то неопределимое, заставляющее чувствовать себя не в своей тарелке, нечто болезненное. Он понял, что уставился на маленькую круглую заплатку из светлой кожи, пришитую к стене возле окна. «Нет!» – позвала Бабет снаружи. Ее голос звучал громко, слишком громко, и в нем присутствовал намек на панику. Воспользовавшись прекрасной возможностью покинуть хижину, он ориентировался назад на свет. Девочки молчаливо последовали за ним. Они подошли к Бабет, стоящей возле таблички. «Ну что такое?» «Хижина сделана из человеческой кожи», – сказала она. «Не из кожи животных, ты читай!» Он принялся читать. Согласно табличке, дом Чапманов был одним из нескольких домов, сделанных из человеческой кожи в Вайоминге в конце девятнадцатого века. «Кто их построил?» – осталось загадкой. Он взглянул на Бабет. Ее трясло. «Уезжаем отсюда!» – сказала она. Он кивнул, указывая девочкам забираться в машину. Перед тем, как и самому захлопнуть дверь, он сфотографировал хижину. Особенно это делать не хотелось, но ведь обычно они всегда фоткали места, где останавливались. В молчании вырулили на шоссе. Ред пытался сосредоточиться на дороге, но снова и снова возвращался к этому небольшому круглому кусочку кожи, который приметил возле окна в хижине. Не мог выбросить его из своих мыслей. Не мог прекратить думать о том, что кусочек кожи мог быть с головы ребенка. Это давило на нервы, и он управлял машиной молча. Гнал по шоссе, оставляя за собой другие машины, пытаясь убраться от хижины как можно дальше. Спустя какое-то время он увидел другой небольшой бежевый указатель. Эд втопил газ, но Пэм успела прочитать. «Костяной дом, одна миля». «Остановимся?» – спросила Эда. «Не сегодня», – ответила Бабет. «Займите-ка себя с сестрой чем-нибудь». «Костяной дом», – подумал Эд. «Нетрудно догадаться, что за материалы использовались для его постройки». Мурашки поползли по его шее. Их универсал гнал по дороге. Полдень давно миновал, и по его подсчетам они должны были попасть в Синглтон к пяти. Они забронировали номер в Бест Вестерн, и должны были объявиться там к четырем, надеясь, что на час номер за ними придержат. А от Синглтона было еще часов пять езды до Йеллстоуна, где на четыре ночи заказан номер World Faithful Inn. Он ощущал себя усталым, разбитым, и не мог дождаться, когда сможет завалиться на постель в мотеле. Хотел только одного – выспаться. И чтобы этот день наконец закончился. Они въехали в предместье Синглтона около пяти. Городок был крошечным, пара домов, немного деревьев, заправка Эксон, заправка Шелл, ресторан, их отель и несколько магазинчиков. Один из тех колоритных городков, где они мечтали остановиться, когда штудировали дорожные гиды и составляли маршрут. Но было тут что-то не то со зданиями. Эд почувствовал это, когда въезжал на стоянку. Было что-то неправильное. Он взглянул на стену отеля и понял, что именно. Дома тут были сделаны и из кожи, и костей. Кирпичи, использованные тут и там в постройках, имели кровавый оттенок. Он развернулся сразу же, выруливая обратно на шоссе. «Да ты что творишь?» – воскликнула Бабет, ухватившись за сидение и пытаясь сохранить равновесие. «Ты же убьешь нас!» «Мы убираемся отсюда!» «Но ведь у нас же бронь!» Он взглянул на дочек на заднем сидении. «Ты на здание посмотри!» – прошептал он жене. «Вскляни, из чего они сделаны!» Бабет смотрелась через окно, а потом, побледнев, обернулась и сказала. «Этого быть не может!» Мужчина, идущий по тротуару, одетый в рабочие фермерские штаны и клетчатую рубашку, помахал им. «Мы убираемся отсюда!» – произнес Эт. «Мне плевать, даже если потребуется ехать всю ночь!» Их отпуск закончился раньше запланированного. Они еще побывали в Йеллоу-Стоуне, но гейзеры, медведи и природные красоты уже не особо их вдохновляли. И через пару дней они вернулись домой, сократив каникулы вдвое. Обратно специально ехали по другой дороге, дабы не проезжать мимо Синглтона. Обычно возвращаться домой после поездок было не в радость. Дом после этого воспринимался каким-то крошечным, а соседи невероятно скучными. Но сейчас вернуться было здорово, и даже соседи казались радушными и приветливыми. Сидя рядом друг с другом, в одной, пусть и комфортабельной машине, путешествуя по незнакомым местам, их как будто объединяло вместе что-то общее. Но по возвращении все разбрелись по своим комнатам. Эд и Бабет в гостиную и на кухню. Пэм и Эда по своим спальням. Раньше они делились впечатлениями о минувшем отпуске без умолку. Пэм в особенности. Но на этот раз никто даже не заикнулся о поездке. И Эд был этому рад. Он по традиции сдал в печать пленки и через пару дней, сидя в машине, перебирал проявленные фотографии. И там было... Эда. Он уставился на фото. Дом Чапманов притаился в темноте окружающих его деревьев. А коричневая кожа на снимке была неотличима от древесины. Он мог различить маленькую дверь и окошко. А его разум дополнил картину крошечным кусочком детской кожи. Он разорвал фото на мелкие кусочки и вышвырнул из окна машины на парковке у аптеки. Перед тем, как ехать домой. Ни одна из девочек не была уже столь активна, как раньше. С тех пор, как они возвратились из путешествия. Но Эда в тот вечер казалась еще более зажатой, чем Пэм. Бабет пыталась разговаривать их за едой, но в ответ не получала ничего более существенного, чем односложные и еле различимые реплики. После еды они обе снова ушли в свои комнаты. «Я не знаю, что с ними такое творится», сказала Бабет, моя посуду. «Я пыталась разговаривать их сегодня, когда-то отсутствовал, но они просто игнорировали меня, как будто меня и не было. Я подумала, может быть, ты попробуешь с ними поговорить. В смысле, я понимаю, что это был не лучший отпуск в мире. Я знаю, мы бежали от какой-то странной и пугающей фигни, но по-настоящему-то ничего плохого не случилось. Это ведь не конец света». Эд медленно кивнул, вставая. «Я поговорю с ними». Оторвавшись от мытья посуды, она подняла на него взгляд. «Спасибо, я». Но он уже покинул кухню и двинулся по коридору. Подойдя к закрытой двери Эды, он прислушался, но не различил ни музыки, ни ТВ, ни разговоров, никаких других звуков. Сместился по коридору к двери Пэм и тоже прислушался. Из комнаты слышался шепот. Шепот и какой-то странный скребущий звук. Он открыл дверь. Обе девочки сидели на кровати Пэм и каждая держала по столовому ножу, который, очевидно, позаимствовали на кухне. Газетные листки с разделом личных объявлений лежали между ними на кровати. А сверху покоился частично освежеванный кот. Эд уставился на него. Большая часть черно-белого меха животного была счищена, оголив светло-розовую кожу. Тут он опознал Джейка, кота, миссис Миллер. Две девочки, пойманные за своим занятием, смотрели на него. Их руки были в кошачьей крови. Он хотел заорать на них, задать им трепку, сказать, что завтра семья полным составом явится на прием к психиатру, но его голос прозвучал на удивление тихо и размеренно. «Девочки, а что вы делаете?» «Строим кукольный домик», — сказал Эда. Он кивнул. «Наведите-ка только тут порядок перед сном». Притворив дверь, он услышал, как девочки закрылись на ключ, и пошел на кухню сказать Бабет, что нечего опасаться. Два дня спустя он застал Пэм в гараже с собакой Джансиков. Это животное было здоровенным, и у него были проблемы с ножом. Сзади дочери лежал кукольный домик. Сестры взяли за основу их старый кукольный домик и натянули сверху пластмассовый храм, еще не до конца просохшую кожу кота Миссис Миллер. «Ну как движется?» — спросил он. Пэм испуганно вскинула голову. То ли ужас, то ли отвращение промелькнуло на ее лице на долю секунды, но потом исчезло. Она вернулась к своей работе. «Мы учимся», — сказала она. «А где Эда?» — Пэм захихикала. «Пошла за дополнительным строительным материалом. Она такая капуша». «Вы, девочки, будьте осмотрительны». «Будем, пап», — сказала она. Эд покинул гараж, прикрыв за собой дверь. Что-то было неправильным. Он ощущал это, но не мог понять, что именно. Странно, ведь все вокруг вроде шло, как полагается. Что-то происходило, но что? Он и сам не понимал. Вернулся домой. В гостиной Бабет сжала на педали велотренажера, смотря на опру. Это было так заурядно, так до невозможности обычно, что он даже застыл на мгновение. В этот миг его разум почти прояснился, и на долю секунды он вроде даже осознал, что именно ускользнуло от его понимания в гараже. Мысль как будто висела на волоске, а потом ушла в тень. Но он со странной грустью продолжал наблюдать за тренировкой жены. Она обернулась, слегка нахмурившись. Что-то не так. Внезапно его наполнило гневом. Гневом за то, что она смогла вернуться к нормальной жизни после путешествия, как будто ничего и не произошло. Почему же она настолько легкомысленно, так чертовски глупа, что смогла все забыть? Ведь определенно что-то было не так. Он просто не мог понять, в чем дело. «Я в магазин схожу», — сказал он. «Отлично». Она продолжила крутить педали. «Захвати по дороге молока». Он рассеянно кивнул и, выйдя за дверь, сунул ключи в карман. Вернулся спустя несколько часов. Стемнело, и время ужина уже прошло. Он ходил по магазинам и торговым центрам, мучительно вспоминая, что же нужно купить. Когда Эда, наконец, попалась ему на глаза, все как будто встало на свои места. Теперь он подходил к дому по подъездной дороге, сжимая пакет. Пэм и Эда выступили из мрака, встречая его. И хотя он не ожидал их увидеть, это не стало для него сюрпризом. Он вручил каждой по коробке. «Это для вас», — сказал он. Достал одну коробку и себе. Пакет бросил на землю. Все развернули покупки. Бабет мыла тарелки, когда они зашли. Ее лицо было недовольным из-за того, что остывший ужин так и остался нетронутым на столе. Она оглянулась на шум за спиной, но ее нравоучения так и не успели сорваться с губ, потому что она заметила ножи для нарезки мяса у них в руках. Она переводила взгляд Сэда на Пэм и на Эду. «Вы что делаете?» — спросила она. Ее голос неожиданно ослабел. Она испугалась. «Наш дом нуждается в ремонте», — ответил он ей. Бабет попыталась отойти назад, но идти было некуда. Она вжалась в раковину и была слишком потрясена, чтобы закричать, когда они втроем двинулись на нее. Эд улыбнулся. «Мы сменим обои в гостиной». Его нож был первым. Пэм и Эда присоединились. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный авторский перевод Капитана Сполтинга. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора. Продолжение следует...